В Ахинском районе полным ходом идет лососевая путина. Сейчас пока ловится горбуша. Лососевая путина официально открыта с 1 июля, но вопреки ожиданиям, рыба к берегам Северного Сахалина подошла запоздала. И в полной мере горбушу стали вылавливать только числа с 15 июля. На 1 августа вылов горбуши рыбопромышленниками и рыбаками-любителями составил более 2500 тонн. И это практически в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пока путина идет неплохо, особенно практически все рыбопромышленники в достаточном количестве вылавливают. Как дальше пойдет, неизвестно, конечно. Ну и самое главное, что и на рынке у нас в городе Ахе появилось довольно-таки много рыбы. И практически ежедневно реализуют для населения. Рыбопромышленниками и предпринимателями района с момента начала путины было продано населению более 11 тонн горбуши. Помимо промышленного лова было организовано любительское и спортивное рыболовство. Организаторами выступили Федеральное государственное учреждение «Сахалин рыбвод», Общество Аха и Красная Заря. Рыбаки могут приобрести лицензии как на северо-западное, так и на восточное побережье Северного Сахалина. На сегодняшний день реализовано данными организациями более 10 тысяч килограмм лицензии, лицензионного лова. То есть я считаю, что это очень хорошо, потому что по сравнению с прошлым годом увеличилась продажа лицензии в три раза. Путина предполагает возникновение браконьерства на нерестовых реках, но уже на протяжении нескольких лет принимаются все более жесткие меры по предотвращению и выявлению нарушителей закона. Большая помощь в этом оказывает Алексей Александрович Павленко. Потому что у нас сейчас две оперативные группы, которые в общем-то на Ланграх, на Большой, на Чингая люди работают. Люди работают и даже видно, видно и по информации Сахалин Роввода, даже по прошлогодним результатам, скат мальков в разы увеличился. И эту работу, конечно, надо продолжать, для того, чтобы сохранить вот эту дикую лосось в Ахинском районе. Пока рыбопромышленниками и рыбаками вылавливается только горбуша. Но уже с середины августа ожидается подход к берегам Северного Сахалина киты. По итогам прошлых лет в Ахинском районе ежегодно вылавливается порядка трех тысяч тонн киты. И в этом году ожидается не меньше.